Следующий гол уже 41-й. Вы сравнялись с Павлом Федоровичем Садырином? Очень приятно, что вы следите за статистикой. Опять же повторюсь, что в первую очередь это игра на команду, а уже второстепенно все личные какие-то достижения и опять же та же статистика. Поэтому сегодня важный матч был для того, чтобы занять первое место в группе. Хотели сделать это уверенно, я думаю, что это получилось. Александр Ильич, а становится легче от осознания того, что Зинит уже в долгу пяти туров вышел в плей-офф Кубка России? Ну, то, что выполнили задачу, вышли с первого места, я думаю, что это положительный момент. И, конечно, сейчас уже будем в любом случае играть в каждом матче, независимо от того, на каком месте. Всегда играем на победу. Ну и, естественно, после групповой этапа уже будем готовиться к плей-оффу, смотреть, кто попадется. Следующий матч против Оренбурга, соответственно, есть ли такой момент, то, что вот последняя игра в чемпионате, она была, как можно сказать, холодной душой. И на Оренбург уже Зинит выйдет совершенно в другим настольном. Конечно, любые поражения для нас-то очень болезненно и неприятно. Тем более, что каждый матч стараемся победить, играем на победу и боремся за самые высокие места. Поэтому, конечно, я думаю, сегодняшний матч уже был такой, одним из моментов реакции на поражение. Я думаю, что следующий матч не исключение. Будем, естественно, домашний матч должны побеждать, выигрывать и играть уверенно. И вот такой еще момент. А после Оренбурга у чемпионата происходит пауза на две недели. А есть ли такой момент, что это сбивает на строчке? И именно темп самой команды? В целом есть календарь, который, в принципе, известен с начала сезона. И когда происходят паузы, когда перерыв в матчах. И я думаю, что уже тренеры, исходя из этого, будут подготовку выстраивать. И у нас будет товарищеский матч, чтобы этот тонус поддерживать. Поэтому, я думаю, что должны подготовиться в этот период хорошо. А Бастил Мушенков получил травму. Что он вообще раздевал по голове? Как вы все еще чувствовали? Ну, я думаю, что завтра более понятно будет характер травмы. Что за травма. Поэтому, конечно, хочется, чтобы минимальными потерями это все обошлось. И для него в первую очередь. Поэтому посмотрим уже завтра. Будем, конечно же, надеяться, что она не серьезная.